12 квартир в доме по улице Зернова, 24, бесплатно получат очередники. Право на застройку этой территории предоставили в обмен на продажу застройщикам 30% квартир в доме городу по цене в 17 тысяч рублей за квадратный метр. Итоги муниципальной программы обеспечения саровчан доступным и комфортным жильём на Думском комитете представила начальник управления по жилищным вопросам Елена Кельина. Мы эти квартиры заказываем сами по метражу, исходя из интересов наших очередников. К сожалению, остался очень большой слой, это одиноко проживающие граждане, уже ближе к пенсионному возрасту, который, к сожалению, не сложилось в семейной жизни. Они у нас живут в общежитиях, и сейчас вот трое из них поедут в однокомнатные квартиры, очень уютные, 27,9 метров, такие, ну, комфортные. Девять трёхкомнатных и три однокомнатных квартиры передадут очередникам с отделкой, электрическими плитами и сантехникой. Переезд новосёлов на Зернова-24 освобождает комнаты в общежитии и манёвренном фонде, что в общей сложности приводит к улучшению жилищных условий примерно для 50 человек. Эти 12 квартир дали такой эффект снежного кома. Мы, благодаря распределению, получили ещё две двухкомнатных хрущёвки, четыре общежития квартирного типа, несколько комнат и блоков в общежитии, и ещё, скорее всего, будет две квартиры в спецфонде для отдельных категорий граждан. Также в марте этого года семь молодых семей получили свидетельство на жильё. В общей сложности приобрели 361 квадратный метр жилой площади стоимостью 28 миллионов рублей. Ну, так как у нас ценовая политика, ну, довольно-таки высокая в городе, а в рамках программы жильё можно приобретать и за пределами города на территории Нижегородской области, поэтому у нас были приобретения и Арзамас, и Первомайский город Нижний Новгород, и, по-моему, ещё Сатис, да, и в Сатисе одна квартира. Четыре квартиры также в этом году получили дети-сироты. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.